Перед вами почва, которая потеряла покров. И, естественно, она потеряла свою способность к устойчивости, буферную способность. Потеряла устойчивость к изменениям. Почва, на которой есть покров, даже не живой, она намного лучше, она намного выносливее. Уже под покровом температура ниже, всегда ниже, даже в самый палящий полдень. А температура, вот мы замеряли, да, у себя, допустим, июль, полдень. Температура открытой почвы примерно 54-56 градусов по Цельсию. Температура под покровом на 20-22 градуса ниже в этот же самый полдень. То есть, понимаете, разница температур, да, что такое 55 градусов? Это сворачивание белка. Ни одна жужелица там, ни один хищник не будет сидеть под открытыми палящими лучами солнца. Они спрячутся под тенью, под колоком, под закрытым, внутри того, что дает тень. И здесь уже жизнь совершенно другая. Вчера мы видели, да, как растрескивается почва. Да вы сами себя, наверное, тоже замечали, да? Иногда наши механизаторы могут потерять там, как же эта штука называется, ну, небольшой ломик такой. Проваливается в эти трещины. Хотя, вот если почва открыта, да, а если мы ее закроем, никаких трещин, с механизаторами все в порядке. Вот, поэтому даже не живой покров, это классно. И уж здорово, это идеальное состояние почвы, когда покров живой. Сегодня мы будем говорить о живом покрове, потому что, во-первых, это жизнь. А жизнь, что дает жизнь? Смотрите, в одном грамме плодородной целины, плодородной почвы, то есть которая была сформирована благодаря присутствию живых корней в почве, так вот, в одном грамме такой целины находится один миллиард бактерий. В то же самое время, в одном грамме грунта, который пострадал в результате человеческой деятельности, находится всего лишь 10 тысяч бактерий. А сейчас давайте сравним. Один миллиард и 10 тысяч. Один миллиард и 10 тысяч, представляете, какая разница, да? Так вот, польза от одного миллиарда в разы, в миллиарды раз выше. Такая почва сама себя восстанавливает, она крепче, она продуктивнее в несколько раз. Предлагаю вам обратить на этот рисунок, на эту картинку внимание и как-то принять, все-таки принять, что лучшее удобрение для почвы, все-таки семена растений. Не химические селитра, фосфорные и так далее, а все-таки удобрение – это корни живых растений. Именно благодаря живым растениям и создается здоровье почвы. Смеси покровных культур плюс диверсификация севооборота – это устойчивая система и высокие урожаи. Сейчас мы будем говорить о смесях. Моно-посев покровных культур – это тоже хорошо. Это лучше, чем ничего, и это лучше, чем мертвый покров, да, чем уже, ну, просто соломка лежащая. Потому что мертвая соломка, она, что у нее впереди? Она может только под воздействием микроорганизмов разложиться и дать минеральное питание для будущей культуры. В то время как живые корни – это высвобождение, это выделение в почву огромного количества соединений, жизненно важных соединений для почвы и в том числе и для будущих урожаев. Диверсификация. Здесь прозвучало слово диверсификация, то есть, в принципе, это слово дали нам люди, которые занимались финансами, да, то есть разделение рисков. Они говорили о том, что не надо класть все деньги в одну корзину, а мы сейчас будем говорить про риски, да, риски. И когда монопосев седератов – это риск, потому что это моносистема. Вот возьмем, к примеру, посев горчицы. Монопосев горчицы – это лучше, чем ничего и лучше, чем мертвый покров, да? Но монопосев покровной культуры – это одновременные всходы, одновременное прорастание горчицы, одновременная бутонизация и цветение. А мы знаем с вами, что растение, будь что, то ли это овес, то ли это горчица, в момент бутонизации и начала цветения является активным потребителем влаги. Вот поэтому люди часто боятся сеять покровной культуры из-за того, что думают, что покровной культуры забирают влагу из почвы. Да, они пользуются этой влагой. Так вот, монопосев покровной культуры будет пить воды больше, чем смесь. Почему? Потому что все растения в моно, да, чисто горчица, допустим, они в один момент, когда достигают бутонизации, они начинают пить влагу все дружно, одновременно, потому что у них фаза подошла. Бутон и начало цветения – это потребление влаги. Хоть это рапс, хоть это подсолнечник, хоть кукуруза, пшеница, хоть кто. В бутоне и в цветении пьют воды больше, чем в другое время. Так вот, когда мы делаем смесь покровных культур, все они развиваются в разное, иногда с интервалом полтора месяца, а иногда, если зимая смесь, то это происходит даже на следующий год. То есть кто-то первый, и та же горчичка, она первая, да, она такая быстрая дама, она первая пьет воду, потом быстренько начинает уже формировать бутончик в то время, как, допустим, ну, рожь или кто-то из влагов, да, только-только вздумал пустить стрелочку, ну, как это, трубку, да, трубку. Я немножко волнуюсь, и у меня слова забываются. Вы мне помогайте, пожалуйста. Так вот, и вот эта вот разность в смеси, разность, несовпадение циклов физиологических, вот это вот нам и дает сохранение влаги в почве, и нет такого эффекта, как будто покровная культура выпила всю влагу из почвы. Так вот, это называется распределение риском. Диверсификация, то есть разнообразие, это распределение риском путем увеличения вида, освоения новых областей и ресурсов. Ну, это нам дали финансисты такое, такое понятие. И эта диверсификация дает большую вероятность выживания в постоянно изменяющейся среде. А мы помним, да, кто определил, как можно выжить в постоянно изменяющейся среде, только умением приспосабливаться, умением изменяться. Так вот, мультисмесь покровных культур – это всегда возможность приспособиться. Если не взошел один или второй компонент, то четвертый и пятый точно взойдет, потому что он другой, не такой, как эти первые два, и может быть более выносливым и устойчивым. Давайте с вами поговорим о функциях покровных культур. Если вспомнить все, то нам не хватит и еще пара дней, ну, лишь несколько затронем с вами. Первое, о чем всегда мы говорим и чего хотим и ожидаем от покровных культур – это разуплотнение. Как правило, почвы из-за того, что мы ведем на них хозяйственную деятельность, уплотняются. Так вот, мощными такими микро-мини-плужками естественного природного состояния – это растения, которые своей корневой системой могут разрушить уплотнения, образовавшиеся в почве. То есть все крестоцветные, все растения, которые благодаря своей корневой системе могут проникать в глубину и тем самым разрывать уплотнившиеся слои. Подсолнечник, редька, горчица, дайкон, третикали – это система корней мочковатая, но тем не менее она тоже может разуплотнять, благодаря тому, что на конце корневых корешков есть корневые чехлики, которые у третикали, как ни странно, очень, ну такие, как вот отбойные молоточки, да, они разуплотняют не в глубину, а вдоль поверхности почвы. Таким самым происходит разуплотнение не только в глубину, но и, можно сказать, в 3D, да, в параллельном поверхности почвы. Бамия, а бельмож, кто знает, что за культура такая? Вот если случится такой период, вегетационный период, когда не выпало ни одного миллиметра осадков, и все растения, все засохли, то бамия будет зеленой, оставаться зеленой, корни у нее как проволока и уходят настолько глубоко, что в той глубине они могут найти для себя воду, влагу. Вот, считается, ну максимально устойчивой культурой к засушливому режиму, и вот своими корешками, прутиками настолько может разуплотнять почву, как ни одна другая культура. Ну и гречиха. Корешок у нее, конечно, не настолько сильный, как у пламени или даже у того же подсолнечника, но она выделяет такие вещества в почву, которые разрушают сложенные, спрессованные слои почвы. То есть она тоже является классным, мощным разуплотнителем. Перед вами картина, которую часто можно увидеть весной, да, после прохода техники образуются такие уплотненные, ну, после работы техники, уплотненные на почве проходы. Пол Яза определил, в колее трактора инфильтрация воды составляет 9,8 единицы в час, где нет уплотнения 23, то есть в 2-2,5 раза инфильтрация воды выше там, где техника не проходила. Отсюда следует вывод, что если есть возможность, пожалуйста, проезды техники по полю должны быть технологичными. Все остальные просто исключить. Мы когда молодыми зелеными агрономами пришли работать на предприятии, было очень удивительно наблюдать, когда директор запретил просто проезжать по полю в неопределенном... Вот вздумалась и поехал. Нет. По полю могли ходить только комбайны, сейлка. Если это уборочная компания была, то выгружалась вся техника на краю поля. То есть зерно собирает специальный накопитель, который отвозит к машинам это зерно. То есть камазы, машины, которые возили, возят зерно, не передвигались по полю. Единственное исключение – это кормоуборочная компания. Там уже никак, да, там уже приходилось работать машинам технической системе по полю. Никаких, ни одному охотнику не разрешалось ездить поперек по диагонали поля, потому что почва не должна быть уплотненной. Уплотнять почву может либо работающая на ней техника, либо ноги агронома. Все остальное не разрешалось нам белой. Перед вами разрез почвы. Это после уборки кукурузы произошло. Значит, технологическая колея. У меня тут нет указочки, да? Значит, колея трактора. Нет корней, нет питания, нет жизни. Уплотненная зона. И вы видите, тут даже структура почвы отличается от той структуры, которая находится под корешками кукурузы. Вот что делает уплотнение почвы. Даже один сезон вы будете кататься по междурядиям поля, и уже изменяется структура. Поэтому очень настаиваю на том, что уменьшаем проезды по полю. А если уж так случилось, обязательно работаем в направлении разуплотнения почвы. Очень естественным, естественным плугом. Перед вами плужок. Это дайкон. Этому дайкону приблизительно два месяца. Он растет в глубину, и часть его находится на поверхности. И кто впереди сидит, видно, что часть почвы даже как бы он в момент роста немножко выбрасывает, ну, благодаря тому, что он растет, и почва немножко как бы аж выходит на поверхность. Вот это фото я сфотографировала, мы были на конференции, значит, этому дайкону около трех с половиной месяцев. Ну, представляете, вот такой плуг, да, на поле вырос. Это женщина примерно того же размера, что и дайкон. Так вот, если кто... Люди часто говорят, а что же делать с этим дайконом? Вот он вырос, а как же от него избавиться потом? Дальше нужно сеять, ну, например, кукурузу, следующую культуру. Проблем нет никакой. Дело в том, что дайкон очень нежная. Нежная редька репа. И он очень хорошо погибает от самого маленького мороза. Поэтому все, весь этот корешок превратится в кашу, которую съедят микробы, а микробы дадут жизнь следующим, будущим культурам. То есть практически он превратится в будущую почву. Эспорцет хорошо разоблодняет. И сам корень у него достаточно крепкий и мощный. И выделение этой самой корневой системы настолько распушивает почву, что иногда включение эспорцетов в состав смеси, даже одногодичное использование такой смеси с почвой делает, ну, просто чудеса. Иногда глаза не верят тому, что происходит после таких смесей, где присутствует эспорцет. Вот она, бамия. Так она цветет, так она плодоносит. Ее, кстати, очень, некоторые народности употребляют в пищу довольно удачно. Софлор. Тоже классная культура, тоже засухоустойчивая. Если кто, я знаю, многие из засушливых регионов, обязательно включайте его в севооборот. Особенно севообороты, в которых есть подсолнечники, вы не можете в подсолнечник включить в смесь покровной культуры. Он родственник, но он не идентичный по геному, поэтому активно будет работать с почвой и при этом не делать конкуренцию подсолнечнику. Следующая функция покровных культур это структурирование почвы, то есть создание комочков. Тех комочков, за которыми мы все охотимся. Первый структуризатор это фацелия. Кроме того, что это еще хороший недонос, то это еще и фацелия. Рыхлит, обогащает почву и провоцирует эту самую почву к образованию комочков на корешках растения. Вот наша цель. Наша цель для того, чтобы не только в покрове, а еще и в коммерческой культуре, вот когда мы достаем из почвы растения, чтобы каждый корешок был облеплен почвой. О чем это говорит? О том, что почва живая, она функционирует, и она в данный момент структуризируется. То есть здесь работают и микробы, выделяются вещества, которые способны склеивать почвенные агрегаты, и система эта сбалансирована. Мы сделали все возможное, чтобы она работала как система, самостоятельно. Вот еще. То есть на мелких корешках комочки почвы удерживаются самостоятельно, и оттуда их практически невозможно убрать. Разве что только под протоком, проточной водой. Иначе никак. Вот настолько они крепко там удерживаются. Это положительное качество. Накопление растительных остатков. Когда мы говорим, я хочу накопить покров в севообороте пожневные остатки. О чем я в первую очередь буду думать? О культурах, которые могут это сделать. То есть, во-первых, это злаковые культуры, у которых соотношение углерода к азоту всегда больше, чем 1 к 24. Те, которые могут оставлять покров, которые не перерабатываются моментально бактериями почвы. Почему соотношение 20... Почему 24 и выше? 24 принято считать. Ученые определили, что это соотношение, когда работа микробов сбалансирована. То есть, они вовремя находят себе пищу и при этом не забирают азот из почвы. То есть, не делая вот этот вот процесс иммобилизации. Что будет, если соотношение увеличится? Допустим, мы вырастили ту же кукурузу, сорга, просто, то есть зерновую культуру. Была она все в обороте. Мы убрали урожай, оставили покров из соломы, вот эту шубу из важневных остатков. Что в этом поле начинает происходить? Чтобы утилизировать этот углерод, микробы почвы начинают подтягивать азот из почвы, чтобы съесть всю эту органическую массу. То есть, получается, даже если вы внесли туда минеральное удобрение, ту же селитру, селитра пойдет на переработку этой массы важневных остатков. Азот будет забран из почвы на переработку органики. Начнется процесс иммобилизации. А иммобилизация, вы помните, один из способов убрать азот от живого корня. То есть, это такой себе метод, способ, когда живое растение может чувствовать голод из-за недостатка азота только по той причине, что азот забрали микробы на утилизацию большой шубы, большого покрова из мертвых растений. То есть, возникает дефицит. Получается, дефицит азота. Когда вот на поле такая картина. Об этом нужно помнить. Это не хорошо и неплохо. Это такая работа микробов. То есть, когда у нас в севообороте часто, часто есть культура, которая дает большое количество важневных остатков, мы понимаем, что там. Здесь нужно включать дополнительные рычаги, которые будут возвращать азот в севооборот для следующей культуры. Если же соотношение упало. Например, мы вырастили чечевицу, нут, горох. То есть, соотношение в такой соломе всегда будет ниже, чем 1,24. То есть, углерода мало. Что делают микробы с таким покровом? Ну, вы сами, наверное, замечали, да? Как только уберешь бобовую культуру, вот в частности нут, буквально через месяц ты приходишь, соломки, как не бывало, просто открытая почва. Микробы уже съели все пожневные остатки нута. Почему? Потому что углерода мало, это низкоуглеродистое соединение. Углерода мало, они быстро съели. Съели вот остатки этого нута, бобовой культуры, гороха. И что они дальше делают? Дальше, вот численность этих микробов увеличивается. Происходит, вот они, ну, процесс питания прошел, закончился, еды больше нет. Они съели все, что было, все, что видели, да? Вокруг себя эти микробы. Если достаточно, сложились достаточно удобные условия для их существования, они могут начать питаться органическим веществом почвы или же прекратят свою жизнедеятельность. А как только микробы прекратили свою жизнедеятельность, они минерали, то есть их тело, да, становится из органического состояния, переходит в минеральное. И это доступный азот, который может, растение корешок, может активно потреблять. То есть следующая культура может съесть этот минеральный азот. Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы этот корешок был следующим, чтобы это были не сорняки. Минеральный азот, тот же самый анатрии, не закрепляется в почве. Он может быть утилизирован как сорняками. Хорошо, если это культура, но могут быть сорняки, да? И может быть унесен потоком воды, да? То есть теми веществами, которые в какой-то момент появились в этой почве. Поэтому происходит минерализация. Тоже так себе, как бы, потеря, некоторая потеря этого азота. Наша с вами задача, чтобы сделать такой севооборот, который бы делал баланс, да? Баланс соотношения, правильное соотношение углерода к азоту, и не было таких экстремальных максимумов и минимумов, чтобы каждая культура в севообороте способствовала накоплению и никак не потере питательных веществ. Перед вами идеальный рацион для микробов 24 к 1. Все, что выше, это накопление пожнивных остатков, а что ниже, это расходование, то есть превращение в минеральное состояние. Дальше накопление органического вещества. Органическое вещество накапливает тоже злаковые культуры. Именно я говорю о том состоянии, когда разрушается мертвая ткань. Чуть дальше мы поговорим о живом состоянии растений. Ну вот, когда идет превращение мертвой ткани уже в состоянии более мелких разрушенных частиц. Так, еще функция обогромных культур – фиксация азота. Фиксирует азот всем. Бобовые, они договорились с микробами, да? С клубеньками. Но есть еще такой способ фиксации азота, как привнесение его в почву. В почву, вот, в частности, возьмем редьку дайкон, после разрушения этого корешка, морозом, например, да, часть азотистых соединений попадает в почву. Что при этом получает? Получает следующая культура, идущая после дайкона, может съесть этот азот, то есть такой себе как бы поставщик азота. Не только, я сейчас не только фразу говорю, фосфор, калий тоже будет в составе этого вещества, но есть такой способ достижения желаемого. Красный клевер, посеянный с овсом, приносит 70-100 килограммов азотистых удобрений на гектар. Люпин – 230, донники – более 200, ну, то есть бобовые культуры, которые работают с бактериями и могут формировать клубеньки на своих корнях, все они приносят в почву азот. Дальше. Высвобождение недоступных питательных веществ. Тут работают все крестоцветные, люпин, гречиха так делает. Они благодаря тому, что выделяются специальные кислоты, корень выделяет кислоты, лимонную, муравьинную, уксусную, расщепляются трудно растворимые соединения наших материнских пород, грунта, да, тех веществ, которые находятся в почве. А в наших почвах эти количества максимально, в таких количествах находятся фосфорные и калийные соединения. Мы даже представить не можем, насколько они велики. Так вот, растение понимает, что да, я могу это взять. Растение выделяет кислоты, слабокислые органические кислоты. И начинает потихоньку растворять минералы, делая себе питание, для себя, для своего будущего. Так они умеют, настолько они приспособились жить. Вот Дэвид Брэнд предоставил нам табличку, в которой он измерял состояние почвы, присутствие питательных веществ в почве после использования редьки дайкон. Так вот, азота было 250 кг на гектар фосфора, 23 калия. Ну, это в действующем веществе, сами представляете, 250 кг азота в действующем, это примерно 600-700 кг селитры, если пересчитать. Вот представляете, то есть, насколько велика разница в деньгах, которые он потратил на посев дайкона, и эквивалент удобрениям, да? Причем этот азот, он же органический, он естественный, он не создает проблем с почвой. люпин ускалистый и многие-многие другие, кто может расщеплять эти фосфорные соединения, привнося этот фосфор, делая его доступным. Гречиха очень хорошо с этим работает, крестоцветные, искоренение нежелательной растительности, падалицы. Многие культуры способны, в том числе, аллелопаты, да, такие как рожь, гречиха, люпин, кукуруза, кукуруза своими, когда остается пожневные остатки кукурузы на почве, они тоже могут это делать, да? В общем, вытеснять сорняки, не давая им делать проросток. Крестоцветные, клевер красный, мы сеяли клевер в уже растущую зимую пшеницу, весной, в апреле мы сеяли, после всхода, вот он в таком состоянии, кто видит, находился практически до уборки, как только пшеница была убрана, вот скосили, пшеничку клевер резко начинает стартовать, и как вам видно, падалицы пшеницы, но практически нет. Да, было несколько растений, там на одном метре, может одно, может и меньше, чем одно на метре квадратном, но тем не менее, клевер над этим работает, то есть корневыми выделениями они останавливают рост всех конкурентов, не давая произрастать ни сорнякам, ни падалице. Дальше, покровная культура способствует растелению микоризы. О микоризе уже многие говорили, насколько она полезна, насколько это классная субстанция для корней растений, вот перед вами ее проявление. Кто-то спрашивал, можно ли увидеть микоризу. Часто люди думают, что нельзя, можно. Она выглядит, как... Меня кто-то однажды спросил, так это же плесень, ну это гриб, да, это микоризные тиши, это плесень, которая работает в симбиозе с корешками растений, они друг с другом договорились, и в чем ее основная польза? В том, что она и воду поставляет растениям, и питание, она еще расширяет ареал этого самого растения. Растение ведь не имеет, оно не может убежать, найти лучший ареал существования, оно находится там, где оно растет в данный момент. Так вот, Карлос Караветта определил, что объем почвы увеличивается в 8 раз, а вот Кузнецова и Добронравова сообщает, что 1 к 15, я думаю, просто измерения производились в разных почвах и в разные сезоны, это может быть весна, тогда развитие микоризы активное, а если это август-сентябрь, тогда она уж перестает слишком хорошо развиваться, там уже и влаги меньше, но тем не менее, ареал распространения корневой системы увеличивается в разы. То есть представьте, то ли растение может брать с одного метра квадратного питание, и влагу, и так далее, то ли это 15 квадратных метров. А если мы говорим о полноценной, но утильной почве, о продуктивной почве, то этот ареал распространяется на многие километры, километры. Это как вот архипелаг, который питает, здесь покушал коралл, вот кораллы точно так же работают, в этом месте он что-то съел, а через 4 километра питание дошло и туда. То есть работает на всем протяжении своей системы этих тяжей. Ну вот, под микроскопом, как она выглядит, входит в клеточку, и там уже работает. Эндомикориза наиболее продуктивна для растений. Есть и экзо, но эндо наилучшее питание для растений. Дальше. Покровные культуры могут сокращать эрозию почвы и ремонтировать балки. Так, мы отремонтировали свое 33-е поле. Благодаря корневым системам саму балочку засеяли, и потом пару лет на ней не проводилась никакая работа, то есть обсев, посев, уборка была мимо этого, мы называем это балочками, балки. Ну вы поняли, да, о чем я говорю? Да. Так. Физиологическое уравновение сшивание БАЖ. Как ни странно, но БАЖ растения тоже могут изменять. Казалось бы, да? Мы ведь часто видим, что БАЖ грунта либо в кислую среду уходит, либо в щелочную. Мы начинаем с этим бороться. Ну а как мы боремся? Либо гипсуем, либо вносим известь. Но каждый раз, каждый раз внося эти искусственные вещества в почву, мы подсаживаемся на ту же самую иглу, потому как одноразовое внесение то ли гипса, то ли извести не дает полного избавления от максимальных показателей БАЖ, то ли щелочности, либо кислотности. Мы зависим от этого, мы вынуждены это проделать каждые 3-4 года. А что такое внесение гипса или извести? Это техника, это проезды по полю, а тоже уплотнение, это затраты на покупку этой самой извести, на топливо, на работу механизатора, и вместе с тем это работа со следствием, это не работа с причиной. А вот растения, растения, которые произрастают на такой почве, у которой БАЖ нас не удовлетворяет, мы хотели бы ее исправить, они, благодаря тому, что они ощущают корневыми выделениями, они могут понять, ага, я понял, здесь большое количество, допустим, железа или алюминия, и они эти атомы, этих металлов, просто присоединяют к тем веществам, которые уделяются корешками, и все, снижается кислотность, либо же кальция много, кальций связала растения, кальция стала меньше, и в щелочность тоже приходит к усредненному значению, то есть к нейтральному, почва, БАЖ почвы начинает стремиться к нейтральному значению. Таким образом, растения могут этим управлять, да, это не быстрый процесс, да, на это нужно потратить время, и часть денег, да, на посев покровной культуры, но вместе с тем это значительно дешевле, в сеть покровную, нежели вносить миллиаранты, и это естественный процесс, если уж однажды вы исправили ситуацию на этом поле благодаря растениям, то, знаете, эта ситуация не будет уже кардинально меняться через 2-3 года, растения, они умеют создать такие условия на почве, когда PH остается более-менее в нормальных рамках. Дальше, миллиаранты оздоровители почвы. Все, кто может работать с пестицидами, все, что они проделывают своими корешками, все это миллиаранты. Вот перед вами Иван-чай, ежа сборная, очень хорошо работает, донники и так далее. Привлечение энтомофагов. Энтомофаги опилители, мы сами знаем, насколько это важно, все они любят быть под пологом растений, вот в частности дождевые черви, мы так мало о них говорим, но пользу знаем все, они очень, черви любят крестоцветные, кстати, культуры, если никориза не селится на крестоцветных, то червяки очень, это вот личинка божьей коровки, все они будут жить под пологом живых растений, а не на черной земле, то есть покровные культуры нам будут способствовать их разведению, фацелия, вот такие даже бывают седираты, и кормление почвы, растения, все растения без исключения кормят почву, и хочу вам признаться, не сами растения это делают, делают это микробы, которые живут на корешках растений, в резосфере, то есть в прикорневой зоне растения выделяют вещества, если обратить внимание на этот вопрос, мы диву будем даваться, насколько растения, каждое растение это фабрика по производству химических соединений, вот посмотрите, алкаловый, эстрикнин, никотин, опиум, фенолы, спирты, аминокислоты, терпены, танины, сахара, лигнины, эфирные масла, альтегиды, ванилины, смолы, каучук, гликозиды, органические кислоты, все это производится растениями, и в каждом из этих пунктов еще множество-множество подпунктов, представляете, насколько велика фабрика по производству веществ, эти же вещества потом служат нашим культурам, все в обороте, которые будут это брать в работу и делать урожай, то есть то, что мы внесли удобрение, это одно, а то, что уносят растения, вот там вот питание, корни растений могут выпускать от 10 до 250 миллиграмм углерода на 1 грамм корневых экссудатов, а углерод это еще одна функция покровных культур, производство углеродов, вот самая главная формула химической реакции на нашей планете, производство углерода, да, и растения это те товарищи, которые углерод заносят, заводят в почву в присутствии воды, солнечной энергии и таким образом делятся этими углеводами уже в почве, да, все любят углеводы, углеводы и микориза и грибы и так далее, поэтому растения это мощные производители углеводистых углеродистых соединений, к сожалению, время подходит к концу, седираты нужны всем, и почвам, и песчаного состава, и глинистого, и суглинкам, и каждый раз они исправляют те недочеты, в которых эти почвы и нуждаются, снижение плотности, либо же насыщение органикой и так далее, и так далее, подбираются смеси погромных культур одним единственным способом, вот вы стоите на поле, и вот какую смесь хочу посеять, вы всегда отдаете себе отчет в том, что вот на этом поле я хочу исправить, допустим, уплотнение, насытить органикой, привнести жизнь, значит, подбираются растения, которые будут соответствовать этому, если же хочу наполнить, допустим, азотом, либо же диверсифицировать севооборот, подбирается растение по этому качественному параметру, то есть, вопрос такой, что я хочу исправить на поле, и в зависимости от этого уже и выбираю смесь погромной культуры. Место покровных культур в севообороте буквально в нескольких словах, там, где есть окно, хотя бы пару месяцев, туда мы и сеем погромную культуру. Разрыв, вот есть разрыв, смесь покровной культуры и сеем туда. После зерновых, и если кто очень уж продвинутый, то после кукурузы на зерно. Я понимаю, не каждый регион это позволит, и у нас это тоже не всегда получается, но это вот высший пилотаж, когда покровная культура может и расти и после зерновых, еще и после кукурузы. И если этой культурой не идет сразу зимая, то, пожалуйста, сейте туда покровную. Хорошо, если это будет зимующее. Единственный там вопрос управления покровной культурой перед посевом яровой. Зимующая яровая выбирайте, да уж. Хотите вы этим заняться весной убиением этой покровной культуры? Либо же это будете делать осенью? Ну и ошибки. Единственная просьба. Ошибки могут быть при составлении смеси. Вот здесь смесь была составлена, зимующая смесь без зерновой, без лаковой культуры. В результате весной трещины и сенка не могла войти в почву. То есть обязательно пусть будет злакова культура в зимующей смеси, не только бобовая. А здесь допущена ошибка, если мы планируем покровную культуру перед допустим подсолнечником классическим, да, мы должны знать, как мы будем работать, если появится падалица. То есть у нас должен быть запасной вариант по убиению этой самой покровной культуры. Вот тут такого не случилось и подсолнечник ощущал некоторую конкуренцию с Викой, которая тоже взошла. Сеем покровной культуры разными способами, сеялками. Кто-то сеет МФ-кой, кто-то опрыскивателем. Сосед наш сеет комбайном, вот между колесами сама штанга находится. Кто-то с воздуха и сюда нужно было еще включить картинку квадрокоптер, который тоже рассеивает с воздуха семена покровной культуры. Кое-кто сеет и так. То есть я тоже знаю людей, которые разбрасывают семена разбрасывателями. Если бывает часто люди спрашивают а что же делать, если нет влаги? Как сеять? Что предпринять? На этот вопрос есть ответ вернее три стратегии работы. Лучше всего, когда вы сеете покровную культуру сразу после комбайна, тогда вы гарантированно получаете дождик. Да, они будут небольшим, маленьким, если влаги все-таки нет, дождя нет, но они будут. Следующая стратегия сеять в сухое и надеяться на будущий дождик. И еще одна стратегия ожидать прогноза, вот завтра будет дождик и сеять, либо дождь прошел и сеять. То есть вот знаете как лавируя в таких условиях можно получить сходы покровной культуры. Вот у нас был случай, когда после посева покровной культуры дождь пошел 22 октября. Но тем не менее было пять растений на метре квадратном, но они пыли. А что такое растение? Это насос углеводный насос в почву. Останавливать покровную культуру может мороз, можно механически, можно химически. Таким образом уже буду заканчивать маяк просьба к вам. Обеспечьте пожалуйста покров и питание для почвы. Обеспечьте пожалуйста постоянный покров и питание для почвы. Сделайте этот покров должным образом. Пусть это будет мультисистема из мультикорешков. На этом заканчиваю. Спасибо за внимание. И у нас сейчас время для вопросов. Я надеюсь у нас оно осталось. Ага. Какие сорта зимой пшеницы какой селекции вы сеете? Это одесская селекция наша. Как вы относитесь к бинарным посевам сельскохозяйственных культур по технологии Зеленского отношусь положительно но если при этом обе культуры не создают друг другу конкуренции то есть нет воздействия одной культуры я имею ввиду отрицательное воздействие если положительное пожалуйста но если отрицательное то тут нужно либо очень стараться умудряться я знаю опыт некоторых людей у которых это получается но все это делается испытательным путем то есть нарабатыванием с ошибками с шишками но тем не менее в этом будущее скорее всего если мы хотим уйти в наутиле от химических обработок как разрешить противоречие между повышением продуктивности сельхозкультур невозможного без применения средств химизации и сохранения почвы я думаю что противоречие можно снизить пик этого противоречия методом уменьшения норм химических удобрений в частности я имею ввиду азотистые азотные удобрения именно азотные удобрения несут наибольший вред нашим почвам снижая нормы азотных удобрений мы снижаем скорость работы микроорганизмов в почве и переработку гумусного вещества в нашей почве то есть микробы когда видят большое количество азота они начинают размножаться начинают съедать органическое вещество сначала жесткое в виде соломы потом когда заканчивается эта еда они начинают есть черное вещество почвы наша задача чтобы они это черное вещество не трогали либо делали это медленно да то есть не быстро то есть чтобы не проходила обеднение почвы как только уменьшается количество органического вещества в грунте она очень уплотняется вы наверное сами видели многие хозяйства бывает такое что перешли на ноль а потом вернулись на минималку почему видят уплотнение почвы но анализ был не проведен удобрения как сыпали так и сыпят большими нормами вот поэтому большая просьба редуцируем уменьшаем нормы удобрений особенно азотистых с азотными удобрениями можно работать дробно можно уменьшить эти нормы в 4 раза но работать дробно точечно когда культуре нужно это в той же кукурузе в той же озимой пшенице вот у нее фаза подходит такая наступает фаза в которой она будет хотеть азота так вот мы ей дали по листовой поверхности либо же газ например крупной каплей да ту же селитру разбросали но именно в тот момент когда она может это съесть и наша почва не пострадает химизация по гербицидам сложно сказать но наверное вот бинарные посевы нас спасут в этом в этом случае так вкратце можно солончаки и солонцы как ведут себя в процессе выращивания сельхозкультур по технологии ноутил солонцы солончаки такие такое состояние почвы когда из-за присутствия соли культурное растение не может потреблять питательные вещества и гибнет от этого прямо можно увидеть гибель растений из-за того что корень не способен потребить питательные вещества даже если мы туда их и внесли задача солончаковых солонцовых почв сделать дренаж я понимаю что эти почвы чаще всего находятся в засушливых регионах и нет такого промывного режима именно из-за этого и случается такая катастрофа с почвой соль накопилась но нет ресурса который смог бы это промыть дождики как правило выпадают осенью и зимой в этих регионах так вот наша задача сделать дренаж корешками растений например чтобы по этим ходам соль ушла из верхнего горизонта и уж потом постепенно все наладится но если честно почвы страдают из-за солончаков и солонцов по причине человеческой деятельности то когда-то было рожение заполивали его и и и соль осталась на поверхности либо же была механическая обработка и были разрушены дренажные структуры по которым по капиллярам уходила соль из этих почв так что дренажируем и промывной режим дай бог будет осенний дождик и соль уйдет в глубину смоется с верхнего слоя есть ли способы искусственного внесения азотфиксирующих бактерий если наблюдается их дефицит не поняла вопрос давайте еще раз прочитаем есть ли способы искусственного внесения азотфиксирующих бактерий ну обработка семян да инокулянтами это тот случай или нет или в процессе вегетации может быть тут вопрос в процессе вегетации не могу сказать мы этим не работали не пользуемся но скорее всего наверное что-то есть в этом если уж спрашивают люди значит что-то есть произойдет ли накопление азота если после уборки ячменя посеять горох как покровную культуру развития всего два месяца накопление азота если посеять горох я знаю у нас были случаи когда мы сеяли после уборки зерновых бобовые культуры и именно на полях где была злаковая культура бобики получались на покровной бобовой культуре почему злаковые культуры сами по себе мощные утилизаторы азота кукуруза зерновые пшеницы ячмени все они любят азот и вот они своими корешками подают сигнал в почву микробам нам нужен азот нам нужен азот то есть тут наблюдается дефицит азота давай мне так вот бобовая культура отвечая на этот запрос создает клубеньки я думаю что все возможно если как покровную культуру сеять горох вот по времени два месяца трудно сказать да но тем не менее я думаю все возможно все возможно все вопросы закончились спасибо за внимание